Маньяк Альберт Фиш считается одним из самых первых официально признанных маньяков Америки. Этот старичок в начале 20 века похищал, насиловал, убивал и поедал детей. Точное число его жертв не установлено и по сей день. «Мне всегда хотелось причинять боль другим, и заставлять других причинять боль мне» — Альберт Фиш. Будущий маньяк и людоед Фиш родился в Вашингтоне в 1870 году. Его отцу Рэндаллу Фишу, торговцу удобрениями, в тот год исполнилось 75. Он был старше матери Альберта на 43 года. У маньяка было два брата и сестра, но он был самым младшим. Гораздо позже психиатры и исследователи будут утверждать, что все члены семьи Фишей страдали различными психическими расстройствами. Скорее всего, ставя заочные диагнозы, ученые пытались найти наиболее реальное, с их точки зрения, объяснение того, что же превращает обычного человека в кровавого монстра, во всяком случае, достоверных доказательств психических отклонений Фишей так и не было представлено. При рождении будущий маньяк получил имя Хэмилтон, тогда ему исполнилось пять лет. Его отец Рэндалл Фиш скончался прямо на улице от инфаркта. Особых накоплений у Фишей не было, и мать Хэмилтона была вынуждена отдать его в приют. Там он получил прозвище, созвучное с именем. От него он не мог избавиться очень долго, из-за чего не взлюбил имя, данное ему при рождении. А еще, находясь в приюте, Фиш осознал, что он получает удовольствие от боли. В те времена во многих приютах Америки практиковались физические наказания в виде порки. Во время наказаний, а потом и рукоприкладства, у маленького Фиша наступала эрекция. Для восьмилетнего мальчика это было необычно и служило дополнительным стимулом для травли Фиша. Через четыре года в 1879 году мать Альберта смогла устроиться на государственную службу и забрать сына. Но пережитое в приюте навсегда изменило будущего монстра. Ему было всего двенадцать, когда он вступил в однополую связь с мальчиком-почтальоном, который разносил телеграммы. Примерно в то же время Фиш стал посещать общественные бани, где мог беспрепятственно рассматривать мужчин без одежды. Особенно его привлекали мальчишеские в возрасте от семи до двенадцати. В 1890 году Фиш переезжает в Нью-Йорк. Сразу после переезда он сменил ненавистное ему имя Хэмильтон на Альберт. Позже он говорил, что переехал, чтобы заняться проституцией. Воплотил ли он свои планы – неизвестно. Но вот то, что после переезда он стал регулярно принуждать как-то маленьких мальчиков, установить удалось. Маньяк выбирал своих жертв среди беспризорников, которых в те времена на улицах Нью-Йорка было очень много. Заявлять в полицию они не стремились, а потому о художествах Фиша полиции было неизвестно. Однако мать Альберта что-то заподозрила и решила срочно женить сына. В 1898 году Альберт женился на 19-летней девушке, которую подобрала ему мать. От этого брака у Фиша родилось шестеро детей – четыре сына и две дочки. Но он продолжал охотиться за детьми. В 1903 году маньяк попался на хищении со склада, где подрабатывал то ли грузчиком, то ли кладовщиком. Его приговорили к двум годам тюрьмы и отправили в знаменитую тюрьму Синг-Синг. В тюрьме Альберт был весьма популярен. В те времена мужчины с нетрадиционными взглядами все-таки старались не афишировать своих пристрастий. А потому закоренелым заключенным десятилетиями не видевших женщин приходилось использовать более слабых сокамерников. А тут и заставлять не надо. Альберт был всегда «за». Выйдя из тюрьмы в 1905 году Фиш на некоторое время притих. А может и не притих. В те времена не было глобальной информатизации, а потому о некоторых преступлениях так никто и не узнавал. Своё первое лишение жизни, которое вменяют Фишу, он совершил в 1910 году. Жертвой стал Томас Бэдден из штата Дилавр, которому было десять. Следующая расправа произошла через девять лет. Фиш по версии полиции лишил жизни при помощи ножа умственно отсталого мальчика в штате Вирджиния. Новое преступление Монстр совершил через пять лет. 14 июля 1924 года пропал восьмилетний Фрэнсис Макдоналл. Друзья мальчика рассказали, что он уходил с пожилым худощевым мужчиной с серыми усами. Полиция принялась за поиски серого человека, одной из прозвищ Фиша, данные ему полиции за цвет плаща. Но в те времена опыта расследования подобных немотивированных преступлений у полиции не было, и расследование ни к чему не привело. 11 февраля 1927 года пропал четырехлетний Билли Гафни. Свидетелем похищения стал трехлетний друг Гафни, тоже Билли. Он рассказал, что к ним, игравшим рядом с домом, подошел странный мужчина. Почему странный? Он был такой сказочный, совсем не страшный, рассказывал мальчик. А еще свидетель описал седые усы преступника, которые тот даже разрешил потрогать. Несомненно, что сегодняшние полицейские прицепились бы к седым усам и смогли бы связать эти уточнения. Но сказался опыт тогдашних полицейских. Самое известное похищение и лишение жизни маньяк совершил в июне 1928 года. 18-летний Эдвард Батт подал объявление в газету о поиске работы в сельской местности и указал свой адрес. Туда и пришел 58-летний Фиш. Вполне возможно, он хотел похитить молодого человека. Однако, когда пришел, то увидел 10-летнюю сестру Эдварда, Грейс, и его планы изменились. Он провел у БАДов несколько часов, пообещал нанять Эдварда и ушел. Вернулся, как и обещал, через пару дней. Заявил, чтобы Эдвард собирал вещи, а он зайдет за ним позже. А пока Эдвард будет собираться, Фиш, он представлялся фермером Фрэнком Говардом и убедил родителей Грейс отпустить ее с ним на праздник, мол, у племянницы, что живет не очень далеко, как раз день рождения. Доверчивые БАДы отпустили девочку и больше никогда ее не видели. Кстати, через два года после исчезновения Грейс полиция арестовала некого Чарльза Эдварда Поупа. О том, что именно он похитил девочку в полицию, сообщила его жена. Поупа на четыре месяца засадили за решетку, но на суде его вину доказать не удалось. Зато выяснилось, что поп собирался развестись со своей женой и даже съехал из общей квартиры. Женская месть. А через шесть с половиной лет после исчезновения Грейс в ноябре 1934 года ее мать Делия получила анонимное письмо. Это письмо, которое прислал маньяк, стало самым известным из всех посланий преступников. Слишком уж шокирующей подробности излагал в своем послании Палач. Вот что было написано в письме. Моя дорогая миссис Бат, в 1894 году мой друг отплыл матросом на пароходе под командой капитана Джона Дэвиса. Из Сан-Франциско они приплыли в Гонконг, Китай. По прибытии мой друг и два других матроса сошли на берег и напились. Когда они возвратились, корабль уже ушел. В то время в Китае был голод. Мясо любого сорта стоило от одного до трех долларов за фунт. Так как более всего страдали бедняки, то все дети до двенадцати лет были проданы на продовольствие, дабы спасти от голода старших. Мальчик или девочка до 14 лет не были в безопасности на улице. Вы могли зайти в любой магазин и попросить бифштекс, и вам бы приготовили мясо. Вам предоставили бы кусочки тел мальчика или девочки, если бы вы только пожелали вырезку из такого мяса. Зад мальчика или девочки является самой вкусной частью тела. Он продавался по самой высокой цене. Друг, задержавшийся там, приобрел вкус к человеческой плоти. При возвращении в Нью-Йорк он захватил там мальчиков, семи и одиннадцати лет. Спрятав их в своем отдаленном доме, он держал их связанными в туалете. Несколько раз на дне он их шлепал, чтобы сделать мясо вкуснее. Первым он лишил жизни одиннадцатилетнего мальчика, потому что тот был толще и имел больше мяса. Меньший мальчик повторил этот путь. В то время я жил в доме 409 по Восточной улице. Друг так часто говорил мне о вкусе человеческой плоти, что я решил попробовать, дабы составить свое мнение. В воскресенье 3 июня 28 года я обратился к вам по адресу, дом 406 на Западной улице. Принес вам корзину земляники, мы позавтракали. Грейс сидела на моих коленях и поцеловала меня. Я решил ее съесть. Я предложил взять ее на праздник, вы сказали да, она может идти. Я привел ее к пустому дому, в Висчестере, который выбрал заранее. Когда мы добрались, я велел ей остаться снаружи. Она собирала дикие цветы. Я поднялся наверх и снял всю свою одежду. Я знал, что если начну делать то, что намеревался, то запачкую ее кровью. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее. Затем я скрылся в туалете, пока она не вошла в комнату. Когда она увидела меня без одежды, то закричала и попробовала убежать на лестницу. Я схватил ее, а она мне сказала, что обо всем расскажет маме. Сначала я снял с нее всю одежду. Как она пиналась ногами, кусалась и рвалась. Я задушил ее. Мне потребовалось девять дней, чтобы полностью съесть ее мясо. Я не пользовался ей в половых целях, хотя и мог, если бы захотел, писал в письме Фиш. Своему адвокату маньяк позже говорил, что все-таки воспользовался Грейс, но полиции это утверждение не подтвердил. Вообще, как отмечали психиатры, Фиш был просто патологическим вруном. Родители Грейс не поверили в реальность того, что описал маньяк. Подумали, что над ними кто-то глупо и страшно подшутил. Но письмо все же было доставлено в полицию и попало в руки главного следователя Уильяма Кинга. И полицейский не посчитал, что это розыгрыш. А еще он сразу обратил внимание, что письмо было запечатано в фирменный конверт. На конверте отчетливо узнавалась шестиугольная эмблема Нью-Йоркской частной благотворительной ассоциации водителей. Такие конверты выпускались не миллионами, а небольшими партиями. Кинг приказал тщательно опросить всех служащих организаций на предмет нецелевого использования конвертов. Швейцар признался, что взял несколько конвертов для собственных нужд. Однако использовать их все он не успел, забыл несколько в комнате, откуда недавно съехал. Хозяйка комнаты рассказала, что после данного швейцара комнату снимал пожилой худощавый человек с седыми усами. А еще она сообщила, что постоялец получает деньги от своего сына. Съехав несколько дней назад, он не получил последний перевод и должен за ним прийти. Кинг решил самолично встретить подозрительного дедушку. В те времена не было спецназа, а на арест преступников полицейские порой отправлялись в одиночку, как и поступил Кинг. Альберт Фиш, как только следователь представился и предложил пройти с ним, набросился на Кинга с двумя опасными бритвами в руках. Но полицейский скрутил маньяка и отвел в штаб квартиру. Там монстр сразу признался в лишении жизни Грейс, да и мать с братом девочки его опознали. Но полиция решила проверить Фиша и на другие исчезновения. Его фотография была опубликована в газете, и вскоре в полицию обратился контролер троллейбуса, который опознал Фиша как человека, который 11 февраля 1927 года ехал в транспорте с маленьким мальчиком. Завидитель заявил, что запомнил странную парочку, потому что мальчик был без куртки, плакал и постоянно звал маму. Это был день исчезновения Билла Гафни, тело которого так и не нашли. Мать мальчика обратилась напрямую к маньяку и попросила, чтобы тот рассказал о сыне, и Фиш рассказал все как было, рассказал как издевался над ним и как ел его четыре дня. Уже после письма матери Грейс большинство психиатров стали заявлять, что Альберт Фиш невменяем и судить его нельзя. Видимо, именно этого вердикта и добивался маньяк, который расписывал свои подвиги. А еще преступник утверждал, что глубоко верит в Бога, и даже когда поедал своих жертв и пил их кровь, то просто совершал обряд. Но хотя психиатры и склонялись к мысли о невменяемости, Фиш все-таки предстал перед судом присяжных. Вполне возможно, это было политическое решение. Так или иначе, но 11 марта 1935 года начался суд, который признал причастность Фиша к трем жизням. Полиция обвиняла его в 15, а сам преступник признался в 498. Суд закончился через 10 дней смертным приговором. Выслушав его, маньяк вскликнул. Какой восторг! Умереть на электрическом стуле! Это будет высшее наслаждение, единственное, которого я еще не испытывал. Он действительно был мазохистом и ничуть не преувеличивал, что получает удовольствие от боли. Когда 16 января 1936 года Альберта Фиша приковали к электрическому стулу в уже знакомой ему тюрьме Синг Синг, то пропустить через его тело ток сразу не смогли. Рубильник пришлось включать дважды, прежде чем врач констатировал смерть. Причина выяснилась при вскрытии. Оказалось, что Фиш сам себе в тело загнал несколько десятков иголок. Только в паховой области их было обнаружено 27 штук. Этот металл и помешал нормальному течению электрического тока. Но этот же металл принес невыносимые страдания Фишу. Думается, что маньяк получил сполна удовольствий от двойной казни.